На выходных общественники проекта «Народный контроль» в очередной раз отправились на рейд в аптеке. Причиной проверки стали, как они считают, необоснованно завышенные цены на медицинские маски. Одноразовые по 39 с копейками 40 рублей. То есть, конечно же, цена баснословная, как мы считаем однозначно. Если раньше маску можно было купить за 1,5-3 рубля. Мы направили обращение в УФАС, конечно, пока нам УФАС никак не ответили. В областном аптечном складе подтвердили, что покупать многоразовые маски сейчас действительно дешевле, чем одноразовые. Марлевые многоразовые. 25 рублей штука. Давно у вас появились в продажах? Да, они на прошлой неделе были. В воскресенье их только не было. Наразовые есть? Одноразовыми торговал только Аренлек. Повышенный спрос на медицинские маски подтверждают и цифры. За последние пять дней областные сети продали около 100 тысяч масок. Заметили ли оренбуржцы подорожание и как они справляются с повышенными ценами? Мы поинтересовались у прохожих. Я купила в Оренлеке, там по пять штук давали. Вы знаете, я приобрел еще заблаговременно, до того, как началась эпидемия, строительный респиратор. У меня маска с собой, захожу в учреждение, надеваю маску. А на улице без масок. В семье аптека обошла, нигде масок нет. Говорят, маски носите. Обеспечьте город маской. У меня как бы, ну, соблюдаю семья, просто сейчас дышать не могу аж. Верите в их эффективность? Если честно, то немножко не очень. Потому что человек, который болеет, чтобы не заразил окружающих. Мне подарили. А вы верите в эффективность? Конечно. Не на сто процентов, но она дает какой-то процент за защищенность. Сама шила? Из чего шьете? С тканей, с ХБ, вообще-то бумажные ткани. Ждать не стали, пока они появятся. Во-вторых, маску такую аптечную нужно менять каждые два-три часа. А стоит она 40 рублей. Это очень дорого получается, достаточно дорого. Как показал опрос нашего телеканала в социальных сетях, 17% оренбуржцев покупают маски в аптеках, 23% шьют сами, 25% средствами защиты обеспечивают работодатель, 35% не носят маски из-за того, что считают их неэффективными или не нашли в продажах. Ранний президент России потребовал лишать лицензии аптеки, которые повышают цены на лекарства и средства защиты из-за коронавируса. Елена Афанасова также добавила, что пандемия сказалась и на росте цен на продукты первой необходимости. Мясо, это порядка даже где-то, ну, подорожание идет от 30 до 50 рублей за килограмм мясной продукции. Причем это наблюдается и в сетевых магазинах, и в более мелких магазинах, и на рынках нашего города. Крупы порядка где-то, наверное, 12-15 рублей. Масло подсолнечное, цена выросла на 80-16 рублей. Это мука, это сахар. То есть, в принципе, выросли все продукты. Напомню, на прошлой неделе, как и обещал министр здравоохранения, в аптечной сети Орен Лек появились одноразовые медицинские маски. На предстоящих выходных ожидается поступление еще 200 тысяч. По словам Дениса Баслера, Орен Лек – самая распространенная аптечная сеть в регионе. Только в областном центре насчитывается 70 пунктов этой компании. Поэтому предпочтение было отдано ей. Однако маски в этих аптеках не российского производства. Об этом сообщил депутат горсовета Денис Батурин в социальных сетях.